МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это горит опять Атлас. Взрыв был около трёх часов. Взрыв был сумасшедший. Санитарные украинские дроны атаковали нефтекомбинат Росрезерва Атлас в посёлке Глубокий Каменского района Ростовской Народной Республики. В начале августа сюда уже залетали беспилотники, повредив лишь один резервуар. Сейчас, судя по всему, Гойда получилась более внушительная. Слава России! Этот объект специализируется на хранении нефтепродуктов и поставляет их российской армии. В 2020 году на базе комбината состоялось взаимодействие Минобороны и Росрезерва в рамках учений «Кавказ», где отрабатывались разные способы доставки нефтепродуктов. После начала спецутилизации российской армии взаимодействие продолжилось. Но украинские дроны его подкорректируют. Я обещал вам, что мы победим! Мы победили! Слава России! Ну чушь какая-то. Мы введем войска в Украину. Это наша земля. Это вот... Хрен вам. Вот вам, Анината. Вот. Вот прямо... Даже не мечтайте, твари. Это вот, собственно, и есть суть ультиматума. Это абсолютно очевидно любому русскому человеку. Который обсуждался в жюне. Никакая Украина... А плевать. Это наша русская земля. Это никакая Украина там ничего не решит. Была такая... Это я просто пытаюсь, ну, как бы, проинтерпретировать некоторую логику. Нет, ну, то есть понятно, что русские вошли с ультиматумом. Значит, никогда Украина и Грузия не должны вступить в НАТО. Потому что появился шанс, что это произойдет при действующем президенте и его наследие... Потому что Украина это, вообще-то говоря, вписала сейчас в Конституцию. Вот именно. Или вписывает все, что мы стремимся в НАТО. Мы отнимем у вас вашу Конституцию. И сожжем ее на Красной площади, на лобном месте. Нет, посожжем ее на Крещатике, вместе с вами, на ваших же огнях, как вы любите. На шинах, на покрышках. Взрыв был сумасшедший. Дым стоит. Просто, катастрофический. Огонь, пламя. Сегодня 28 число. 28 августа. Еще больше взрыв. Взрыв и пламя. Страшно и спать. Атлас от нас. В двух километрах. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Ну и смотрите, ребят, мы только начали. В прошлом году начался очередной 30-летний цикл истории, в рамках которого или нас не останется, или не останется блока НАТО. Вот спасибо тебе за эти слова, да. Это очень важно понимать. Вот люди даже согласны. Вот читаешь лекцию, или говоришь, или выступаешь. Меняется мировая система, мироустройство. Примерно лет на 30. Оптимисты считают, что за 15 можно уложиться. Но я не очень отношусь к таким. Нельзя. Введение российским пересидентам военного положения в оккупированных украинских регионах, конечно же, в первую очередь касается не самих Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Там оккупационный режим по своей репрессивности и беззаконию, превосходящий все нормы российского военного положения, установлен сразу же после захвата территорий. Где после февраля 2022 года, а где и после 2014. Это присоединение к России. Оно зачем? А я тебе хочу сказать, Антон, это антибиотик для всей России. Концлагеря, фильтрация, бандитский беспредел. Все это – реальность жизни там, откуда пока что не удалось изгнать российских солдат и наемников Кремля. Бойся, старый мир, лишенный истинной красоты, истинной веры, истинной мудрости, управляемой безумцами, извращенцами, сатанистами. Бойся, мы идем. Гой-да! Гой-да! Главный смысл этого путинского указа – в оккупации самой России. Ничего нового в этом нет. Мы в России уже проходили. Любой тиран рано или поздно приходит к идее оккупации собственного государства, к уничтожению даже тех хлипких норм законности, которые еще остаются гражданам. И, конечно же, появляется искушение воспользоваться войной и прижать граждан к ногтю. Да, все для облапошивания, для удержания власти. Денег. Очень важно. Кого насильно мобилизовать в свою бандитскую армию? Кого заставить бесплатно работать на охамевшее государство в рамках трудовой мобилизации? Кому закрыть рот без суда и следствия? Кого интернировать? То есть посадить без законных на то оснований? Путину это нравится. Надо исполнять. По-другому не получится. Уже не раз приходилось объяснять, что эта путинская война – самое настоящее создание рейха в пробирке. Во-первых, уничтожаются нелояльные народы. То, что происходит сейчас, является этнической чисткой. Потому что по сравнению с другими регионами в Бурятии происходит тотальная мобилизация. И особая циничность, особая подлость состоит в том, что в ночь с 21 по 22 сентября, которую назвали «Черной ночью», «Ночью судной», представители этих военкоматов выезжали по деревням. Людей брали дома в 2 часа ночи, в 4 часа ночи, увозили. У многих возникла ассоциация с 1937 годом. Именно так уводили моего прадеда на глазах его внучки, моей мамы. И то, что сейчас происходит, это просто геноцид. Потому что я считаю, что Путин решил просто доконать наш народ. Он просто решил на корню, на корню просто нас выкорчевать. Украинцев на оккупированных территориях бросают воевать против украинцев в первых рядах для выявления огневых точек противника. Это просто, ну, наверное, пушечное мясо. Я не знаю, как назвать это все, что происходит. Вслед за украинцами выкашивают народы России. Мобилизация на национальных окраинах идет опережающими темпами. К тому же и социальная ситуация там много хуже. Так что война убивает в первую очередь молодых парней. Оставляет национальные республики без шанса на самосохранение. Потому первыми стали возмущаться именно жены военных в Бурятии или матери Дагестана. Ну, как иначе? Ну и, во-вторых, уничтожение несогласных русских. Кого выдавливают из страны? Кто бежит сам от безумия и мобилизации? Кого арестовывают и гноят в тюрьмах? Вы бы еще Путина на еще один срок? Да. Да пусть он нарабатывает. Он нам не мешает. Он хороший человек. В результате, в конце этого отвратительного эксперимента, Путину предстоит руководить новым российским рейхом, в котором никаких угроз не останется. Ни тех, кто хочет свободы, ни тех, кто помнит о своей идентичности, ни тех, кто просто стремится жить по-человечески. Не будешь по улицам бегать и ходить там и вопросы задавать. Путин хочет руководить государством Путины, а всех остальных пустить под нож. И введение гибридного военного положения – это один из инструментов, который по замыслу Путина должен вести его к цели. Вести, даже если он проиграет войну. Главное для Путина, и это на самом деле всегда было главным, захватить Россию и исключить любые, даже призрачные угрозы своей власти. Это логика очень простая. Нужно удержать любой ценой власти. Наши родные, вас после, очевидно, сборов будут встречать тех, кто там уже находится с начала операции, те, кто имеет опыт. У тех, кто там воюет, сейчас у всех есть иконки, есть молитвенники. С Божьей помощью мы обязательно победим. С нами Бог, потому что мы воюем за то, чтобы оставаться людьми, за то, чтобы семья – это была мама, папа и дети, а не дядя-дядя и какой-то там непонятно кто. Против нас воюются силы зла, воюют. Это силы тьмы, сатанинские силы. И не надо относиться к этому, как к каким-то сказкам. Это духовная скрепа. За русский мир вставай скорей, калмык, татарин и еврей. Вставай, страна, на смертный бой. На смертный бой вставай, страна, пред нами сатана. У тебя может быть соседом сатана. Ты можешь заключить договор с сатаной? Пред нами сатана. Вот что осталось. Вот что осталось. 15 лет строили. За неделю ухандокали. Последствия пожара на хранилище в Пролетарске, Ростовская область. В первые дни горело два ряда цистерн. Сейчас, судя по видео, сгорело почти всё. Это результат удара дронами Главного управления разведки Украины. Предварительно нанесённый ущерб составляет порядка 500 миллионов долларов. Отличная гойда получилась. Мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда, а в правде сила, а значит победа. Победа будет за нами. Я обещал вам, что мы победим. Мы победили. Слава России! Ну чушь какая-то, бей. Жена кого любить надо в новом году? Президента, край и мужа. Молодец. Да-да-да. Отказался повторно заходить в Украину. Получил два года условно. Остался живым. Пишет Владимир Золкин на своём телеграм-канале. Вы слышите? Условно. И это кадровый военный. А по гражданским мобикам наказаний вообще никаких нет. Вас дурят валенки. Впрочем, как и всегда, на Рабсии. Приговор сержанту Роману Каштакову пишет Сота. Поднял вопрос о том, является ли он героем России. Комсомольская правда писала о его награждении. Официального приказа о награждении найти не удаётся. На сайте Министерства нападения Каштаков назван героем «Зет». Суд упоминает боевую награду Каштакова, но без конкретизации. Кроме того, Каштаков или его полный тёзка с такой же датой рождения разыскивался судебными приставами за неуплату долга в 25 тысяч рублей. Наши ребята там разят гадину фашистскую. Это триумф русского оружия, это триумф русской армии, это возрождение России. Я об этом неоднократно говорил и абсолютно в этом уверен. Решение о том, где быть Украиной и что ей делать, должна принимать сама Украина. Украинский народ и, естественно, украинское руководство, власть, которую украинский народ создал. В конечном счёте, это грозит Украине отказ договариваться. По сути, одни. Утратой национального суверенитета. И это очевидно абсолютно. Это должны понимать власти в Киеве и принимать эти решения о том, чтобы продолжать переговоры или отказываться от них, немножко пораскинув мозгами. Не под влиянием кокаина или иных стимуляторов, которые там используются, а именно на трезвую голову. Есть такое мнение, что пока мы проводим деноцификацию Украины, у нас в России происходит украинизация нашего общества. Вот это поворот! У них-то армия какая. Ну вот сейчас соберём, миллионов 10-15 под ружьё поставим, ну и пройдёмся по Европе. Если надо. Сколько мы уже перемолотили их на Украине? Кто у них остался? Потерь в вооружённых силах России нет. Ну чё так медленно? Ну давайте, давайте. Слушайте, ну мы контролируем более 110 тысяч квадратных километров. Коротышка Пляшевый уничтожает огромную страну площадью 17 миллионов квадратных километров. Чтобы контролировать 110 тысяч квадратных километров чужой территории. Ну давайте похлопаем. Это гигантская территория, это 12% территории Украины. Представляете себе масштабы, да? Бункерный лодер ведёт к катастрофе. Огромное красное пятно. Ради того, чтобы захватить 12% от вот этого маленького синего. Дефакто в зоне нашего влияния там проживает 5-6 миллионов человек. Это где-то одна шестая часть Украины, которую мы сейчас демилитаризируем и проводим процесс деноцификации. Я, конечно, могу ошибаться, но судя по положению на фронтах, это Украина сейчас российскую армию деноцифицирует. Конечно, хотелось бы всё завершить быстро, мощно. Жертва. Жертва. Поэтому действуем так, как не хотят западники, но как может действовать только Россия. Но 22-й год – это год, когда маски спали. Это год, когда мы можем провести специальную военную операцию. Мы её не могли провести в 2014 году. Страна была не готова. Сейчас нам говорят – вот мы. У нас есть всё. У нас есть всё. Говорит человек, у которого нет уже ни вилы, ни итальянского ВНЖ, ни запасного аэродрома. Ему даже на свободе недолго ходить осталось. Посмотрите на его лицо. Всё, что стало у Соловьёва – это геморрой. У нас есть чистая вода, у нас есть источники энергии, у нас есть продовольствие. С нами ничего не случится. Поставили его несколько лет назад, но в один из январских дней клозет исчез. Кто лишил сельчан комнаты раздумий, жёг в печи вместо дров. Удручающее и даже немного депрессивное зрелище – конструкция бывшего туалета. Сейчас больше напоминает шафот. Но не эта ассоциация расстроила местного фельдшера, когда нужда привела его сюда в первый рабочий день этого года. В самом ФАПе туалетной комнаты никогда не было. Поэтому на задворках четыре года назад и построили деревянную будку. А в новогодние праздники она исчезла. Десять тысяч мы по договору заплатили за этот туалет. Всё. Вот. И нашлись такие нерадивые граждане, которым он понадобился больше, чем всем остальным. Чутьё привело участкового вода к этому дому. Мол, только его обитатели могли пойти на такое преступление. Они единственные в деревне и нигде не работают. Возле крыльца до сих пор лежат улики, свежие щепки и топор. Говорят, вы туалет украли общественный. Правда? Нет. Ну честно скажите. То есть топить было нечем, да? Говорят, вы туалет украли общественный. Правда? Нет. Ну честно скажите. То есть топить было нечем, да? Да. Ветки окрестных деревьев сырые, не горят. Общественная будка показалась сухой и очень подходящей для растопки. Клозетные дрова подарили супругам два дня тепла, а потом пришел участковый. Печка сегодня холодная, дров нет, Владимир точит орудие. На этот раз не преступление. Пойдет отпиливать доски от какого-то сгоревшего дома. За кражу поселковой собственности мужчину будут судить. А медики из ФАПа теперь ходят по нужде в соседнее здание к чиновникам администрации. Новый туалет глава пока строить не рискует. У нас есть все. Нам очень непросто. Но только из таких ситуаций мы выходим сильными. Северная часть выгорит в лесных пожарах. Западная будет десятилетиями выплачивать репарации. Восточную часть заберут себе китайцы. И мы выйдем сильнее из такой ситуации, объясняет Соловьев. Россия это дышащая империя. Дышащая. В нашей истории часто бывало, что мы вдруг теряли земли. А потом их обретали. Теряли очень мало империй, в жизни которых такое было. Как правило, дорога в одну сторону. Мы дышащая империя. Это ж не конец. Готовит аудиторию к проигрышу старый пропагандист. Мы просто дышим. Тут нашли, там потеряли. Поэтому заложено было изначально бездарностью и пошлостью руководство страны конца 80-х, начала 90-х все те трагедии, которые до сих пор происходят по нашим границам. Это исторически было неизбежно. Путин, ну он что, он же не виноват. Его Горбачев просто подставил. Русский человек самой разной национальности, даже разного веросповедания. Он все равно остается русским человеком. И где бы он ни жил, он вместе с собой, со своей землей, вдруг вступает в это удивительное состояние, когда чувствует, что пора собираться. Есть у вас такое ощущение? Чувствуете? Пора собираться и валить. Нет такого ощущения? Нам здесь прикольно. Нам хорошо. Наша жизнь принципиально, ну... Сейчас половина страны сидит с таким выражением лица. Думает, что делать дальше. Это великолепно, но это очень дорого. Очень дорого. Мы не вытянем это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова